Гонка вооружений и холодная война закончились практически одновременно. Гонка вооружений исчерпала себя. Последняя судорога гонки вооружений на языке газетчиков и широкой публики называлась программа звёздных войн или СОИ – стратегическая оборонная инициатива. У специалистов есть более правильное название того, что тогда случилось, и к этой самой СОИ никакого отношения, ну почти никакого отношения не имеет – концепция ответно-встречного удара. Сейчас попробую подойти к этому, но очень издалека. С 40-х годов до середины 80-х ядерные арсеналы СССР и США, а также их парки средств доставки ядерного оружия очень сильно выросли. Стратегические ядерные силы стали главным и личным оружием президентов США и генерального секретаря ЦК КПСС. На транслируемых телевидением торжественных встречах глав наших государств за их спинами стояли два офицера с одинаковыми чемоданчиками. Эти чемоданчики называли ядерными, в них находилось что-то такое, что должно было привести в действие стратегические силы. Забавный бы получился фильм, в котором по сценарию в какой-нибудь суматохе офицеры обменялись бы чемоданчиками. Правда? Существуют боевые уставы. В них рассмотрены все мыслимые военными теоретиками ситуации, с которыми могут столкнуться командиры. Вот пример. Боевой устав сухопутных войск батальон рота. Он даёт рецепты, в соответствии с которыми должны поступать в боевые обстановки командиры роты батальонов. Полезно знать этот устав и командирам взводов, ведь им отдают приказы их ротные батальонные начальники по этому уставу. Каждый солдат должен знать свой маневр, так говорил Александр Суворов, не путайте его с Виктором Суворовым. Уставы и инструкции по технике безопасности написаны кровью, это результат обобщения опыта и экспериментов. Поэтому можно не задумываясь поступать так, как рекомендует устав в любой оговоренной в нём ситуации. Это будет наиболее правильное решение. Служа по уставу, можно не оглядываться постоянно на руководство, которое оглядывается на своё и так до Кремля. Помните 1941 год, немцев остановили в тех местах, откуда были видны кремлёвские звёзды. Это получилось в том числе и потому, что командиры старались не проявлять инициативы, т.е. не принимать самостоятельные решения в соответствии с боевым уставом. Так делать нельзя. А как поступать верховному главнокомандующему? Это должен, кстати, принято писать заглавную букву. Для него нет боевого устава. Для него есть сценарии. Эксперты в области стратегического вооружения и компьютерщики составляют модели, разыгрывают конфликты. Ведь атомной войны, слава богу, пока не было. В электронных мозгах компьютеров взорваны миллиарды, если не триллионы атомных бомб. На основе этих экспериментов разработаны рекомендации того, как следует не задумываясь поступать в той или иной ситуации. Отсутствие задумчивости – это не минус, а плюс. Вся страна должна действовать слаженно, поэтому времени на разработку решения нет. Нужно выполнять заблаговременно разработанное решение и действовать по ранее утвержденным планам. Ядерное оружие воспринималось как средство сдерживания. Вот появились советские танки в Джорджии. Значит, американские главнокомандующие принимают решение нанести ядерный удар по какой-то цели на территории СССР. Это дозированный ядерный удар. После такого удара президент США ждет в своем бункере ответного решения противника. А ну как генсек шарахнет по какой-нибудь цели в США. Правда, был вариант не получить ответ по своей территории, по территории США. Нужно было ударить по какому-нибудь крупному городу в одной из стран членов Варшавского договора. Не забыли еще, что так величали Восточный или Советский блок? Это называется ограниченная ядерная война. Кстати, после распада Восточного блока США потеряли возможность вести ограниченную ядерную войну против России. Любая цель для американского ядерного оружия теперь находилась и находится до сих пор на территории России и ее поражение вызовет ответный удар по территории США. Ситуация сложилась уникальная. Теперь Россия могла диктовать свои правила и условия в локальных конфликтах. Сейчас объясню схему этого диктанта на примере ситуации с Югославией. Когда страны НАТО начали бомбить Сербию и был нарушен статус-кво в Европе, можно было запустить следующую схему. Наш президент, тогда это был Ельцин, открывает свой чемоданчик или звонит по телефону или как там еще на самом деле это можно сделать. Короче, Россия наносит ядерный удар по одному из крупных британских городов. Да, у Великобритании есть свои ядерные силы, у нее на подводных лодках ракета с ядерными зарядами на случай необходимости нанести ядерный удар. Друг Борис звонит другу Биллу и просит его о том, о чем считает нужным попросить в такой ситуации и добавляет. Да, еще попросите, пожалуйста, британцев воздержаться от ответного удара. Билл Клинтон отвечает, я конечно попробую, но Соединенное Королевство независимая страна, она сама определяет свою ядерную политику. На это Ельцин говорит с непонятно откуда взявшимся грузинским акцентом. А ви попитайтесь, ведь попитка не питка. Вот когда была проиграна холодная война, когда этого диалога не состоялось, не хватило политической воли у нашего руководства действовать по сценарию. А как вы думаете, если бы тогда президентом был Путин, было бы тогда принято такое взвешенное и вынужденное решение? Прошу голосовать. Особенно ценен был бы для нас голос самого Владимира Владимировича. Но он его не подаст. Дело в том, что его поведение должно быть непредсказуемо для вероятного противника. В этом соль этой игры. Игра это не домино, а оптимизационная задача, в которой более одного выгодополучателя, бенефициара. Я не маркобес и не поджигатель войны. В книгах по истории Второй мировой войны, в тех же главах, где обсуждаются причины возникновения этой трагедии, отмечают два поворотных пункта. Первый – это Мюнхенское соглашение или, как говорят в Чехии, Мюнхенский сговор, Мюнхенское предательство. Это было в 1938 году, когда руководство Франции и Великобритании решили не препятствовать Гитлеру и отдали Чехословакию на растерзание Германии и Польши. Говорят, что нужно было не договариваться, а реагировать силой. Второй пункт – это 1939 год, когда СССР, Великобритания и Франция не смогли договориться о совместных действиях против Германии и была растерзана Польша. Все три страны дорого заплатили за то, что не смогли договориться между собой и нанести удар по Германии. Народы Европы дорого заплатили. Заплатили за осторожность правителей трех европейских держав, старавшихся избежать войны. Проецируя эти факты на современность, нельзя не отметить, что вмешательство в дела Югославии было первым нарушением статус-кво в Европе после Второй мировой, как аншлюз Австрии, захват Чехословакии, были шагами ко Второй мировой, так это шаг к Третьей. Ну, даст Бог, пронесет, но кто его знает. Тема не закончена. Продолжение в следующий раз. А пока милости прошу подписываться на мой блог, приходить ко мне в ВКонтакте, на Фейсбуке, а на сайте Самызнат читайте сказки Бояршину. И вот еще что. Подписантов раз в пять больше, чем зрителей блога. О чем это говорит? Это говорит о том, что попрошайничество – это моя вторая натура, что случись, можно не гоп-стопом промышлять, а попрошайничать. Это гораздо безопаснее, я вас умоляю. Это гораздо безопаснее, чем зрителей блога. гоп-стопом промышлять.